Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Лада Халашов. И сегодня я расскажу вам о интересной такой теме, об оформлении посылок онлайн через кабинет Укрпочты. Я хочу сказать, что я очень долго сопротивлялась оформлению онлайн, кабинете Укрпочты, оформлении посылок онлайн. Меня останавливало две вещи. Первое, у меня нет весов, мне не начинал весить посылку, а когда вы отправляете посылку там или мелкий пакет оформляете онлайн в кабинете, то вам надо указывать вес отправления. От веса отправления зависит цена, которую вы заплатите за отправление международное. Это была первая причина. Вторая причина вытекала из первой. То есть я думала, что оплата производится также онлайн при оформлении посылки. Если я неправильно укажу цену посылки, я неправильно оплачу ее онлайн. И как же тогда я буду возвращать эти деньги, когда я приду на почту, а допустим посылка будет стоить не столько, сколько я заплатила, потому что я неправильно указала вес. Меня очень долго уговаривали работники почты. Они говорили, что не проверят вес, что все будет нормально. Но вот этот момент оплаты за неправильный вес меня останавливал. И вот месяц назад я наконец-то все-таки собралась с духом и силами, зарегистрировалась на сайте Укрпочты, нашей украинской почты, в онлайн кабинете и оформила свой первый мелкий пакет, который уже благополучно дошел до адресата. И уже в течение месяца я свои посылки оформляю только онлайн. Оказалось, что это довольно простое выгодное мероприятие, и мои страхи были напрасны. Во-первых, вы не оплачиваете посылку онлайн. Вы ее только оформляете, а оплату производите на почте. Таким образом, как бы, ну, не важно, если вы неправильно укажете вес. Если, допустим, я неправильно один раз указала вес, ну, очень сильно ошиблась. Я уже примерно знаю, сколько весит там, какая картинка, потому что я уже около года отправляю. Но вот там я, по-моему, ошиблась на целых 100 грамм, когда оформляла онлайн посылку. И на почте, как бы, ничего страшного. Взвесили письмо, исправили вес, и не было никаких проблем у меня с этим. Таким образом, как бы, даже не имея весов, вы можете указывать при оформлении посылки, значит, вес приблизительно. Работник почты все равно, как бы, будет проверять, сколько весит ваше отправление, и он уточнит вес вашего отправления непосредственно на почте, когда вы уже принесете этот оформленный пакет. И там же на почте скорректируется цена, если вы очень сильно ошибетесь. Значит, оформление онлайн имеет ряд преимуществ. Первое, это то, что он сводит к минимуму общения с оператором на почте. Многие там, вот некоторые боятся оформлять, в некоторых возникают проблемы, что не берут их там картинки, отправления. Да, вот как происходит классическое оформление. Вы приносите открытый конверт. Вот вы его упаковали, но вы должны быть готовы, что конверт захочет посмотреть, что в конверте или в упаковке. Значит, работник почты, если вы приносите оформлять через оператора классический, он может, должен иметь возможность заглянуть и посмотреть, что у вас там, нет ли у вас там каких-то запрещенных предметов в вашей отправке. Если вы оформляете посылку онлайн управления, то тут вся ответственность лежит только на вас. Вы приносите полностью запечатанный конверт или коробку. Вот. И как бы то, что вы напишите в декларации, это зависит только от вас. То есть оператор не имеет никакого к этому отношения. Ответственности на нем никакой не лежит за то, что там написано. Он ничего не проверяет. Вот. Таким образом, всякие вот эти вот эксцессы, когда кто-то там не берет акварельную картинку или там еще что-то, какие-то справки, они, ну, сведены к нулю практически. Это очень важный момент для многих. Если вот некоторые боятся оформлять. Вот вы оформили онлайн и все. Это первый момент. Второй момент. Вы, значит, можете вообще не подписывать конверт. Вообще не подписывать. То, что вы оформляете онлайн, вы заполняете свой адрес, адрес получателя. Полностью там же распечатывается декларация, значит, уже онлайн вы оформляете. Вы можете ничего не распечатать. Вы приходите, значит, на почту. И когда вы оформили вот этот вот онлайн отправление, вам сразу дается трек-номер. Ну, трек-номер вашего отправления. Вы даете оператору трек-номер. И он просто распечатывает заполненную полностью ярлык, на котором уже и декларация, и ваш адрес, и адрес получателя. И сам наклеивает его на конвертик. То есть вы просто даете конверт, диктуете или там показываете на телефоне, значит, этот трек-номер. Оператор распечатывает ярлык, клеит его, значит, на конверт, проверяет вес, берет с вас деньги, и все. И в добрый путь. Вот. Ну, и, конечно, третий немаловажный момент. Ну, он просто может быть и просто он приятный. За оформление, значит, отправления онлайн вы получаете 3% скидки на отправление от Укрпочты. Что тоже как бы очень приятно. То есть оформленное онлайн-оформление вам обойдется дешевле, чем если вы будете платить и оформлять непосредственно на почте. Вот. И вот поэтому сейчас я покажу вам, как зарегистрироваться в кабинете Укрпочты и как оформить это отправление. Надеюсь, эта информация будет вам полезна. Приятного просмотра. Итак, друзья, я нахожусь на сайте Укрпочты по адресу ukrposta.ua. Для того, чтобы зайти в свой кабинет и оформить посылку онлайн, надо, значит, прежде всего зарегистрироваться в личном кабинете. Регистрируемся вот здесь, вот в правом верхнем углу сайта. Вы видите надпись «Вхит. Регистрация». Нажимаем сюда. И попадаем в форму регистрации в личном кабинете. Здесь мы пишем email. Так, тут придумываем какой-нибудь пароль. Тут мы пишем на украинском языке, заполняем. Пишем данные, фамилию. Имя. Отчество. Ну, и тут пишем вот по-английски тоже. Так. Ну, это я так пишу для... Для этой самой... Для примера. Давайте уже «Батьков» и напишем. «Батьков». «Батьков». Так, индекс. Так, адрес нашей мэрии. Одесской. Здесь ставите... Вот тут вот галочка, она плохо видна. Можете долго искать ее. Вот тут рядом с «Годен», «Согласен». Надо поставить галочку вот здесь, вот в этом месте. Что вы, значит, ознакомились с правилами использования сайта. И отправляем. Телефон забыли написать. Отправляем. Вот. Все. Мы зарегистрировались. Значит, что я хочу... На что хочу обратить внимание. Вот здесь вот, «Додеткови адресы». Надо сразу добавить адрес на английском языке. Сейчас, когда вы зарегистрировались, вы указали только адрес на украинском языке. И когда вы будете оформлять международное отправление, он не сможет подставить этот адрес и будет ругаться. И говорить, что вы не можете, значит, что должно быть заполнено только латиницей. Поэтому сразу же, не отходя от кассы, как только вы зарегистрировались, сразу вот здесь вот добавляете адрес международный. Вот. Отмечаете международный адрес. И пишите опять. Вот. И сохраняете. Это очень важный момент, ребята. Потому что я вначале не могла понять, почему он не оформляет. И пока вот не разобралась вот с этим вопросом. Ну вот. Мы, значит, все заполнили свои данные. Теперь мы можем оформить посылку. Как оформлять посылку? Самое интересное. С левой стороны вы видите вот такие вот менюшечки. И тут вот написано, что вы можете оформить. Почитать можете. Вот. Укрпошта Экспресс, Укрпошта Стандарт, Смартбокс. Он, кстати, уже, по-моему, не работает уже у нас с этого года. Письмо. И вот, что нас интересует. Международное отправление. Вот сюда нажимаем. Вот это можно все почитать. Все, что вам интересно. Что вам надо, прежде всего, создать? Вот здесь вот списки отправлений. Отправление обычно у нас два. Это мелкий пакет и посылка. Сейчас вам надо их и сделать. Значит, нажимаем до даты добавить. И выбираем вид отправления. Тут предлагает, видите, письмо рекомендуем, бандероль, мелкий пакет, отправление с объявленной ценностью и посылка. Нам, значит, мы сейчас будем делать мелкий пакет. Добавили. Назовем его. Так вот. Назвали. И можете сразу добавить еще сразу второе отправление посылка, чтобы потом не путаться. Ну, что вы чаще добавляете, то вы, значит, и здесь вот добавляете эти отправления. Ну вот. Значит, давайте отправим мелкий пакет. Вот мы, значит, выбрали мелкий пакет. Выбираем. И вот тут, вот в этом списке отправлений, мы, в списке отправлений мелких пакетов, мы оформляем наш мелкий пакет новый. Нажимаем создать отправление. Тут он вас предупреждает, если вы что-то вот забыли как раз по поводу адреса, что надо появить, ну, надо заполнить адрес на английском языке. Меня уже он заполнен. Видите, здесь сразу подставил адрес на английском. Все, что нам осталось, это заполнить теперь данные получателя. Можете указать физическое или юридическое лицо получает. Значит, посылку, если на фирму, бывает, вот, допустим, сегодня я оформляла, был адрес на фирму, какое-то агентство недвижимости, купила картинку у меня, я оформляла как юридическое лицо, потому что я не могу написать имя и фамилию, то я писала просто название организации. Вот. Ну, мы будем, как обычно, обычно чаще всего оформляется на физическое лицо. выбираем страну. Ну, туда чаще всего в США, да? Давайте, типа, из Одесской мэрии письмо в Белый дом отправим, да? Якубы. Так. Какой там? населенный. И индекс. Вот. Дальше спускаемся вниз. Здесь нам надо указать вес. Как я говорила, вес можно указать приблизительно. Пускай будет... Сколько? Маленькая картинка весит там, допустим, 120 грамм с упаковкой. Мелкий пакет, напоминаю, он должен в сумме сторон, ширина, высота, длина, она не должна превышать 90 сантиметров. Отправим маленький пакет. Допустим, 30 сантиметров. Я пускай будет 25 сантиметров по ширине. 30 по длине и по высоте 0,5 сантиметра. Ой, пол сантиметра. Так. Вот это вот информация про вкладание, информация о вложении. Это уже идет... И вот это вот следующий способ посылки, вот категория отправления, вот это уже все идет у нас в эту... в таможенную декларацию. Пишем тут, что мы обычно отправляем. Конечно, мы отправляем украшение на стену. Собственноручно сделанное, да? Здесь пишем цену как для подарка. В США можно до 100 долларов не облагаемся налогом. У них подарки. Ну, давайте президенту Америки за 50 долларов пошлем что-то, да? Так. И... В ага, вкладание. Это вес вложения без упаковки. Есть тут у нас упаковка, если это у вас небольшая картинка, и вы отправляете в конвертике пупырчатом, ну, где-то вес упаковки вам добавит грамм где-то 5. Значит, без упаковки у нас будет 115 грамм. Так. Здесь выбираем способ пересылки. Авиа. И здесь... Ну, можно поставить там экспресс. Тут галочки. Дополнительно будет вручить... Только в ручки. Я обычно здесь ничего не отмечаю. Здесь делаем категорию отправления. Вот ставим подарок. Все. Все. Поля заполнены. Теперь мы можем... Вот тут есть, видите, можно отменить. Можно посмотреть стоимость, рассчитать. И можно сохранить. Как видите, стоимость такого отправления составляет 196 гривен 76 копеек с учетом скидки 3%. Вот эту цену вам и надо будет заплатить на почте за это отправление. Сохраняем. Так. Сохранили. И вот оно, наше отправление вот здесь высветилось. Вот этот вот трек номер сразу же присваивается. По этому номеру ваше отправление найдут на почте. Вам это надо где-то записать или сохранить, или сфотографировать, скачать на телефон. Кстати, в мобильном переложении у меня не получилось оформить. Там все как-то оформляется не так просто. Поэтому я советую вам оформлять все-таки через компьютер. Вы можете посмотреть, что вы тут сотворили. Вот. Если вам что-то не нравится, значит, вы можете удалить это как бы отправление. Вы еще никому ничего не должны. Пока вы на почту не отнесете это, это как бы виртуальное отправление. Если у вас дома есть принтер, вы можете сами распечатать наклеечку. Вот. И распечатать ее, приклеить ее скотчиком к конверту. А можете этого не делать. Можете вот просто, я же говорю, записать вот этот вот номер. И на почте оператор все сделает за вас. Что же, как это будет выглядеть? Ну, давайте посмотрим. Вот, допустим, он нам предлагает. Значит, этикетку. Ну, давайте сохраним сюда ее. И посмотрим, что же там у нас получилось. Сейчас. Он сохраняет в формате PDF. Вот так вот выглядит этикетка. Как видите, здесь написан адрес уже отправителя. Здесь написан адрес получателя. Все подставлено по стандарту. Написана масса посылки. Есть штрих-код. Можете это, если вы будете дома распечатать, можете даже вот распечатать и вот здесь вот подписаться. В этом месте. Вот здесь написана декларация, что мы писали. Handmade wall decor. Вес, цена и подарок. Все это отмечено. Вот, в общем-то, и все. И все. И весь процесс. Надеюсь, я все понятно объяснила. Желаю вам успехов. Желаю вам удачных ваших отправок. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.